Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». С вами я, Наталья Григорьева. Сегодня у нас в гостях Илья Печинский, главный врач медицинского центра «Таора Медикал» и Михаил Васильев, врач-рентгенолог МРТ. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, давайте начнем с вас, Илья Витальевич. Расскажите о своем опыте, давайте познакомимся со зрителями вкратце. Какой у вас послужной список? Закончил я Ставропольскую государственную медицинскую академию, после этого 10 лет работал врачом-хирургом, после я работал главным врачом районной больницы в Тверской области, и вот в течение уже 5 лет работаю главным врачом клиники «Таора Медикал» в Люберцах на Хлебозаводской 10, МРТ-диагностики клиника. Издалека к нам приехали? Да, издалека приехали. Ну а вы, Михаил Евгеньевич, тоже издалека? Да, я тоже издалека. Я из Беларуси. Я в 85-м году закончил Минский медицинский институт, потом работал рентгенологом в областной больнице в Могилеве, с 90-го года совмещал рентгены УЗИ, с 92-го года, кстати, первый в Беларуси МРТ аппарат у нас появился, и я ушел больше в магнитно-резонансную томографию. Ну и в 2005-м году еще присоединил рентгеновскую компьютерную томографию к этому букету и работал заведующим отделом лучевой диагностики в областной больнице. Ну и вот уже 5 лет работаю в центре «Таора Медикал», сосредоточился на МРТ, о чем, в общем-то, не жалею. Ну тогда вопрос к вам. Вот, Михаил Евгеньевич, я думаю, зрители знают, что такое МРТ, ну хотя бы примерно представляют, но давайте все же, как бы, с научной точки зрения, вот что из себя представляет этот аппарат, МРТ, и каких они бывают типов? Значит, магнитно-резонансная томография, в самом названии метода заключены смысл этого исследования. Магнит, резонанс. То есть, кратко, физика в чем? Протоны, скажем так, атом водорода, помещенные в магнитное поле, ориентируются строго определенным образом, под влиянием магнитного поля, отсюда магнит. Если и атом колеблется с определенной частотой, если в это время мы подаем туда радиочастотный сигнал, частота которого совпадает с частотой колебаний атома, наступает явление резонанса. Атомы поглощают эту энергию, переходят на более высокий энергетический уровень, откуда спускаются и излучают радиосигнал, который принимает приемная катушка. Это вот те приспособления, если кто делал МРТ, которые надевают на голову, прикладывают к суставам и так далее. А дальше уже компьютер обрабатывает этот сигнал и создает нам изображение. Поэтому основная часть – это, естественно, магнит. Магниты бывают нескольких типов. Это низкопольные магниты, напряженность магнитного поля, в которых 0,12-0,14 Тесла. Бывают и высокопольные. Напряженность поля в них от 1 до 3 Тесла. Значит, принципиальная разница… Они внешние, по-моему, отличаются. Они внешние, да. Ну, есть ещё такая технология магниты открытого и закрытого типа. Вот все высокопольные магниты – это магниты закрытого типа. Они вот там как, как объяснить, как бутерброд такой, да, по-моему? Или наоборот? Нет, бутерброд – это открытый тип. Когда над вами нависает таблетка, а с одной стороны у вас открытое пространство. На столе вас задвигают под эту таблетку и делают исследование. Это низкопольные магниты. Все высокопольные магниты закрытого типа. Это труба. Как в кино. Да, такая труба. Да, труба, куда вас завозят, вас обдувает ветерок, потом аппарат начинает жужжать, греметь, стучать, и потом вас через минут 15-20 вывозят на белый свет обратно. Ага, вот минут 15-20, вы говорите. Тут как раз у нас вопрос поступил, вот такой довольно… Кому забавно и кому как. Вот Лидия Семёнова спрашивает, мне назначили МРТ, но у меня клаустрофобия. Во-первых, существуют ли варианты обследования для таких людей, другие, и вот насколько долго успеет ли человек испугаться, значит, за 20 минут? Обычно люди с клаустрофобией, они сами не заезжают даже в магнит. Поэтому такие случаи бывают. То есть можно применять метод МРТ даже при вот… Да, но это можно применять открытые томографы открытого типа, там, где таблетка есть, низкопольные. Но низкопольные магниты имеют определенные ограничения. Некоторые исследования на них провести невозможно. Поэтому надо знать ещё, какое исследование назначено. Если это рутинное исследование головного мозга, позвоночника, суставов, тогда низкопольный аппарат вполне подходит. Насколько этот метод точен, и что с помощью него можно увидеть? Ну, метод, во-первых, очень многообразен, потому что внутри самого исследования существует много программ, которые надо использовать для диагностики тех или иных патологических состояний. Для диагностики при подозрении на инсульт используются одни программы, на опухоль другие. Для каждого органа или ткани существуют свои наборы программ. Поэтому возможности метода очень широки. Начиналось это как исследование головного мозга и позвоночника, спинного мозга. Это до сих пор остаётся золотым стандартом в диагностике. Но в настоящее время применение, наверное, нет ни одной отрасли медицины, где бы МРТ не был востребован. Особенно в последнее время это онкология. Настоятельно требует МРТ для стадирования процесса, для выявления. Это травматология, суставы, сухожилия, связки, которые другими методами увидеть невозможно. Единственное, может быть, кроме пульмонологии. Лёгкие остаются такой темой, где основную забирается рентгеновская компьютерная томография. Здесь тоже есть вопрос от нашего зрителя. Чем отличается МРТ от обычного рентгена? Отличается принципиально. При рентгеновском исследовании используются рентгеновские лучи. При МРТ используется явление магнитного резонанса. Поэтому отличие принципиальное. Изображения получаются совершенно разные. И одни заболевания, одни патологические процессы лучше выявляются на рентгеновских исследованиях, другие лучше выявляются на магнитно-резонансной томографии. То есть все методы хороши? Каждый метод имеет определенные преимущества. Хорош для выявления своей болезни. 15-20 минут тоже, вы сказали, занимает исследование МРТ. А мне чисто интересно, я ни разу не была на МРТ, но, наверное, в каком-то плане, слава богу. Но все-таки, как в кино, показывают, как завозят пациента туда целиком с головой, вот этот высокопольный аппарат, а вот действительно ли есть в этом потребность всегда, именно целиком весь организм исследовать? Или можно как-то отдельно там руку, ногу? Пациента завозят в томограф для того, чтобы объект исследования находился в центре томографа. Это важно, потому что качество изображения будет лучше всего именно в центре. Отсюда и простекает ответ на ваш вопрос. Если мы смотрим какой-то, как бы сказать, небольшой по объему отдел плечевой сустав или что-то, нам важно, чтобы он был в центре магнита. Когда мы смотрим плечевой сустав, мы видим окружающие ткани, но изображение диагностически неценное. Исследование всего тела, такая методика есть. Используется она в основном при онкопоиске, когда надо найти пораженные лимфоузлы. Реже используется при политравмах, когда надо обзорно посмотреть все тело человека. Но основное – это исследование прицельно каждого отдела тела. Вот это важно. Наверное, в следующий вопрос к Илье Витальевичу, что тут у нас, наверное, он затасковал. Можно ли получить услуги по ОМС? По ОМС услуги получить. Здесь у нас Нина Василина то же самое задает. Какова реальная цена обследования? Почему такой разброс цены, если это обследование в ОМС? Ну, цена исследования… В вашем центре, да. Давайте, наверное, с цены исследования начнем. Давайте. Почему разброс цены идет на цену исследования? Потому что на каждое исследование производится определенное количество времени. На каждое исследование затрачивается определенное время, определенные, так скажем, составляющие. Поэтому, если исследование менее длительное, например, МРТ головного мозга, оно стоит дешевле. Для исследования более длительные, например, брюшная полость, МРТ-брюшная полость, МРТ-забрюшиного пространства, естественно, они стоят дороже, потому что на них нужно больше затрачивать времени, больше идет трудозатрат. По ОМС МРТ стало, возможно, с 2014 года. Именно у вас, да, в вашем центре? Именно у нас и вообще по Московской области, да. Да, многие центры сейчас на данный момент вступили в программу ОМС и оказывают эту помощь по ОМС. В 2014 году это стало возможно за счет того, что Минздравом был утвержден порядок, так скажем, направления в учреждения частного характера, в которых имеются аппараты МРТ из поликлиник, это амбулаторные пациенты, пациенты поликлиник. После утверждения этих правил выделены фондом обязательного медицинского страхования определенные средства, денежные средства на финансирование частных организаций, которые проводят исследования по ОМС. Средства были выделены в определенных объемах. То есть, ну, исходя из потребности того или иного лечебного учреждения, того или иного региона. В 2014 году частная организация, которая оказывала помощь по ОМС, была единственной организацией, это наша, Тауру Медикал. То есть, ни одна из организаций больше. То есть, по всей области? По всей области, по всей Московской области. И вторая организация, это была Московская областная научно-исследовательская института имени Владимирского МОНИКИ, так называемая. Оказывали, вот, по сути, две организации в 2014 году. Наша организация вступила, узнав о том, что есть такая возможность. У нас руководство, как бы, имеет социальную направленность. То есть, помочь людям, тем, которые на самом деле нуждаются, но не имеют средств. И стоят в огромных очередях, потому что, ну, естественно, одна клиника МОНИКИ, она не может справиться с таким потоком нуждающихся пациентов. Поэтому наше руководство решило, что все-таки нужно помочь людям на тот момент, нуждающимся людям, особенно онкологическим пациентам, которые нуждаются в исследовании в кратчайшие сроки. И было решено вступить в систему ОМС. Значит, для того, чтобы вступить в систему ОМС, была подана заявка. Заявка эта рассматривалась и Минздравным фондом. Были учтены те моменты, что мы до этого работали с государственными лечебными учреждениями уже в течение трех лет, так скажем. Оказывали помощь стационарным пациентам, но под договором с этими больницами, так скажем. Нам оплачивали больницы по этим договорам за этих пациентов. И в связи с этим было все это учтено. И нам дан был зеленый свет, так скажем, со стороны Минздрава, со стороны фонда. И выделены определенные объемы. В тот момент в достаточном количестве были выделены объемы. Все потребности, так скажем, Люберецкого района мы закрывали. То есть сейчас к вам можно прийти по направлению из какой-то поликлиники, скажем, да? Да. Значит, поликлиники, которые к нам направляют, это не только поликлиники Люберецкого района, но также это поликлиники города Железнодорожного, города Жуковского и Раменского. А также Латкарина и Держинский. Буквально совсем немного остается минут до рекламы. И вот вкратце, какие показания для проведения МРТ по ОМС? Основные показания для проведения МРТ по ОМС – это онкологические заболевания. Это прежде всего, и на эти, так скажем, на онкологических пациентов нам дано 2 недели. То есть после получения направления пациент в течение 2 недель обследуется уже в нашем центре. Есть также показания проведения МРТ. МРТ – это когда МРТ, кроме МРТ метода, ни одним из других методов заболевание не может быть выявлено. Это заболевание головного мозга. Головной мозг виден только с помощью метода МРТ. Либо заболевание позвоночника. Также при, так скажем, показаниях к операциям на суставе. Чтобы больше, более детально понимать врачу-травматологу объем планируемой, так скажем, операции, нужно четко понять, что происходит в суставе. То есть это разрывы менисков, разрывы связок. Это тоже является показанием к проведению МРТ. Хорошо. Спасибо большое, Илья Витальевич. Уважаемые телезрители, я предлагаю вам прерваться на небольшую рекламу, после которой мы продолжим. Я напоминаю, что у нас в гостях Илья Печинский, главный врач медицинского центра Тауру Медикал, и Михаил Васильев, врач-рентгенолог МРТ. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Мы возвращаемся в студию. Напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Илья Печинский, главный врач медицинского центра Тауру Медикал, и Михаил Васильев, врач-рентгенолог МРТ. Мы продолжим. Вот вы говорили про ОМС, про МРТ в системе ОМС. А какой перечень документов необходим для того, чтобы пройти МРТ? Величень документов по сравнению с 2014 годом и 2015 годом значительно упростилось направление для прохождения МРТ по ОМС. Если в 2014-2015 году для того, чтобы пациенту получить направление по ОМС, нужно было обратиться к участковому терапевту, пройти несколько консультантов, и после этого выдачу направления решала врачебная комиссия. По результатам врачебной комиссии уже выдавалось направление. То есть это занимало достаточно, так скажем, длительное время. То с 2016 года, с мая 2016 года, было упрощено, был упрощен порядок направлений для получения услуги МРТ по полису обязательного медицинского страхования. Для этого сейчас нужно обратиться к участковому врачу-терапевту, при наличии, подчеркиваю еще раз, при наличии определенных показаний, если показано именно бесплатное проведение исследования, подписывается это направление врачом, участковым врачом, и подписывается это направление заведующим отделением. Вот такая форма направления. Да, можете показать ее в камеру. Вот такая форма направления 057У04. Пациент, получая это направление, обязательно должен посмотреть, чтобы стояла печать направляющего учреждения, то есть поликлиники, и, соответственно, все подписи. К этому направлению также дается выписка из амбулаторной карты, где указываются анализы, проведенные УЗИ исследований и так далее, те исследования, которые проводились пациенту до этого. Также к этому направлению пациент должен принести, кроме направления выписки из амбулаторной карты, с собой в учреждение на момент записи полис обязательного медицинского страхования, подлинник и подлинник паспорта. Для того, чтобы записаться на исследование к нам на МРТ, нужно позвонить по телефону 788-1004, записаться в лист ожидания, если это не онкологическое заболевание, если это онкологическое заболевание, мы принимаем в течение двух недель. Если это заболевание, которое, так скажем, терпит по времени в диагностическом плане, то мы записываем лист ожидания, и уже когда наступает срок, мы за 10 дней за неделю звоним пациенту и оповещаем его о времени прибытия к нам в центр. Спасибо. Ну, у нас вот действительно сыпятся вопросы от зрителей, но, наверное, это скорее к Михаилу Евгеньевичу вопрос. Вот последние три года меня мучают в поле в бессоннице, Александр Александрович спрашивает. Недавно обратился к врачу, посоветовали МРТ, поясничного отдела позвоночника. Но, говорит, можно ли другим способом узнать причину боли без МРТ? Не хочется его делать. Вот есть какие-то другие в вашем центре услуги, которые, кроме МРТ, ну, если не хочет человеку. Ну, конкретно в нашем... Или вот у него, значит, поясничный отдел позвоночника. Вот можно ли как-то... Поясничный отдел позвоночника, конечно, обследуется и другими методами. Это обычная рентгенография поясничного отдела или рентгеновская компьютерная томография. В плане рентгеновской компьютерной томографии возможности её в поясничном отделе довольно близки к МРТ. То есть грыжи дисков на компьютерной томографии будут видны. Но какие-то опухоли нервных корешков, спинного мозга на компьютерном томографе увидеть невозможно. Поэтому МРТ остаётся золотым стандартом, ещё раз повторю, при исследовании позвоночника. Ну, не хочется... Не знаю, но лучше сделать, конечно, МРТ. Лучше сделать МРТ. Ну, люди, наверное, тоже имеют какие-то предрассудки. Вот, наверное, немного боятся. Потому что здесь Богдан Николаевич спрашивает, может ли такой метод обследования навредить здоровью? Насколько высока доза радиации? Вот насколько действительно... Есть ли там радиация-то вообще? И насколько безопасен метод МРТ? Ну, радиации никакой нет. Здесь не используется никакое ионизирующее излучение. Это не рентгеновский метод, это не какой-то метод позитронно-эмиссионной томографии или радиоизотопной. Здесь радиации вообще нет никакой. Вреда на здоровье, ещё раз повторю, людям, у которых нет имплантированных медицинских приборов в организме, не наносится. А вот с кольцами можно там или там украшениями? Нежелательно, наверное, тоже, да? Это нежелательно, потому что кольца, любой металл, заключённый в кольцо, в магнитном поле может нагреваться. И вы можете чувствовать чувство жара, тепла в этом месте. Кроме того, если в этом металле есть феромагнитные составляющие, это будет искажать магнитное поле и создавать артефакты на изображении. То есть, опять же, человеку особо вреда это не принесет? Вреда человеку нет, но лучше будет, если их снять, конечно. Вот София тоже спрашивает, можно ли делать МРТ детям? Если да, то с какого возраста? Детям делать можно, делают МРТ даже плоду. Ну, но учитывайте, что ребёнок должен полежать неподвижно в магните, в одиночестве около 15-20 минут. Только с этой точки зрения существует ограничение. Как правило, дети до 5 лет так это выдержать не могут. После 5 лет индивидуально. Есть дети, которые лежат спокойно, есть дети, которые беспокоятся, двигаются, и МРТ сделать нельзя. А вот мы тоже говорили за кадром до программы о том, что такое контрастный агент. Не могли бы тоже нашим зрителям объяснить, для чего это, что это такое? Да, исследование. МРТ делается вначале, как сказать, получаем нативные срезы, то есть без каких-то вмешательств в организм. Потом возникает в некоторых случаях необходимость усилить, какие-то магниты, изменить магнитные свойства каких-то патологических образований или тех участков, где мы подозреваем патологию. Для этого в организм вводится препарат, лекарство в небольшом количестве, максимум 20 мл. Вводится внутривенно и продолжается сканирование. Этот препарат, накапливаясь в патологических образованиях, изменяет их магнитные свойства, и они становятся видимыми. Есть болезни, при диагностике которых введение контраста необходимо заранее. Например, рассеянный склероз, например, подозрение на метастатическое поражение, на метастазы. Вот эти процессы априори требуют введения контрастного вещества. Другие образования, при подозрении на другие образования, контраст мы решаем вводить или не вводить, уже получив нативные срезы. Мы сначала проводим исследования, мы обнаружили там какие-то изменения. Для того, чтобы уточнить, что это такое, потребуется введение контраста. А есть ли такие заболевания, при которых нельзя вводить контрастный? Ну, противопоказания к введению контраста есть, но они очень небольшие. Во-первых, это первый триместр беременности и кормление грудью. Нет доказательств, что препарат принесет вред, но нет и достоверной информации, что он не приносит вред. Поэтому вот эти, здесь следует соблюдать ограничения. В случае кормления грудью, лучше исключить кормление малыша грудью на сутки после введения контрастного препарата, если без него обойтись уж совсем никак нельзя. Ну, кроме того, противопоказанием является выраженное нарушение функции почек, выделительной функции почек. С таким встречаются крайне редко такие вещи. Это все-таки не контраст для рентгеновских исследований, который вводится в большом количестве и больше воздействует на организм. Контраст для МРТ. За 25 с лишним лет работы я встречал только два случая какой-то реакции на введение контрастного вещества. Аллергическая, может быть? Да, это была аллергическая реакция в виде вазомоторного отека, носа и все. Больше проблем не возникало. Илья Витальевич, я вот тоже немножко ваш коллега затронул вопрос, но можете раскрыть поподробнее в вашем центре, какие услуги есть кроме МРТ? Вот прям поподробнее. Кроме МРТ, да. Для доступности, так скажем, пациентам, те, которые проходят МРТ, у нас в основном пациенты это неврологического плана. Это пациенты с заболеваниями позвоночниками и с заболеваниями головного мозга. В основном это цифлопатия при заболевании головного мозга. Это различные дисциркуляторные энцефалопатии, либо головные боли. Для этого, для того, чтобы пациент не искал, где ему проходить дальнейшее исследование, мы сделали упор на неврологический профиль. У нас в клинике можно получить такие услуги, как УЗИ сосудов шеи, сосудов головы, получить услугу электроэнцефалографии, электрокардиографии, и принимают у нас врачи-неврологи. Есть у нас и лечебная база определенная, определенные наработки, заключающиеся в том, что пациентам при заболеваниях позвоночника, при межпозвоночных грыжах у нас широко используются такие новейшие методы, как ударно-волновая терапия и тракционное вытяжение позвоночника. Это аппаратное вытяжение позвоночника. Для этого используется у нас специальная механотерапевтическая установка, которая вытягивает позвоночник, тем самым уменьшая сами грыжевые выпячивания. То есть уменьшая грыжу диска, были такие у нас наработки с 0,7 мм, она уменьшалась у нас до 0,4 мм после проведения нескольких сеансов именно тракционной терапии. Но, естественно, эта тракционная терапия проводится не одна сама по себе, а в комплексе с неврологическими, так скажем, другими манипуляциями. То есть если просто заболела шея, не обязательно сразу бежать на МРТ, да? Можно какие-то другие способы попробовать? Ну, в любом случае, если заболела шея, так скажем, и это заболевание позвоночника, то МРТ делать необходимо в этой ситуации. Почему? Потому что, как я и ранее говорил, ни одним другим методом мы не выявим, что, к чему, из-за чего это заболевание произошло. То есть основная причина все-таки боли шеи – это грыжа шейного отдела позвоночника. И определенный комплекс лечения должен быть. И в зависимости от состояния грыжи, от ее размеров, эти методы лечения различны. Поэтому пациент должен пройти МРТ-диагностику для того, чтобы врач четко понимал, который будет его лечить, как и чем его лечить в дальнейшем. А вот, да, конечно, конечно. Нюанс в том, что одинаково будут болеть грыжа диска, опухоль, туберкулез позвоночника или воспаление позвонков и дисков спондилодистит. Боли одинаковы. А лечение отличается кардинально. Поэтому в современных условиях начинать лечить просто боли в шее, да, без диагностики предварительной, а МРТ – это основной метод. Это... Понятно. То есть нужно сначала выяснить, да, что происходит, а потом... Конечно, да, чтобы не лечить, допустим, туберкулез позвоночника теми средствами, которыми лечится грыжа диска. Или при наличии опухоли назначать препараты, физиотерапию, что абсолютно противопоказано, которыми лечится та же грыжа диска. Поэтому МРТ делать обязательно нужно. Нужно быть внимательным к себе, да, и прислушаться. Вы тоже немножко нас прервали, но все-таки я вот хотела к вам обратиться. А кто расшифровывает потом результаты МРТ и насколько эти люди компетентны? Ну, результаты МРТ расшифровывают врачи-рентгенологи, Михаил Евгеньевич в частности. Значит, а уже, так скажем, принимает решение о лечении в дальнейшем врач-невролог. То есть врачи-неврологи тоже у нас достаточно компетентны. Врач у нас принимает Федин Алексей Петрович, кандидат медицинских наук, занимающийся именно вопросами позвоночника и головных болей. Поэтому врачи у нас достаточно компетентны. Ну, наверное, если нечего добавить, можем уже подходить к вашей программе, подходить к концу. Хочу попросить вас пожелать что-нибудь люберчанам, наверное, от вас, как от медиков. Что можете пожелать? Ну, самое главное, хотим пожелать здоровья. Еще, чтобы, уважаемые люберчане, все-таки не запускать свое здоровье, все-таки нужно обследоваться. Обследоваться после 40 лет нужно делать периодически УЗИ-исследования, те же МРТ-исследования головного мозга для выявления, так скажем, своевременного выявления опасных заболеваний. Не забывайте про это. Ну, Михаил Евгеньевич, можешь тоже что-то добавить? Да, я хочу сказать, что, конечно, мы желаем здоровья, но, к сожалению, не обходится ни один человек без того, чтобы обращаться к врачам. И хочу сказать о том, что диагностический поиск – это неоднократный какой-то акт. Это процесс, иногда довольно сложный, длительный, сомнениями, с назначением дополнительных обследований. И самое главное, что в конце этого диагностического поиска должна быть умная голова лечащего врача, который вам в ней проанализирует все данные обследований, поставит вам диагноз, потому что диагноз ставим не мы, не МРТ, а ставит только лечащий врач, и дальше назначит лечение. Поэтому, пожалуйста, когда вы приходите к нам на МРТ, будьте открыты, разговаривайте, жалуйтесь нам. Пусть даже жалобы покажутся вам безумными и странными, говорите все нам. Это имеет большое значение для точности, интерпретации того, что мы увидим. Спасибо большое. Важаемые телезрители, вы смотрели программу «Открытый диалог». У нас в гостях были Илья Печинский, главный врач медицинского центра «Тауру Медикал» и Михаил Васильев, врач-рентгенолог МРТ. Ну что ж, будьте здоровы, берегите себя, а мы с вами на этом прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова